итак всем привет брат вас с вами император прайм и сегодня у нас будет обзор так как и многие хотели посмотреть обзор на леопард 2 7 плюс и так что же он себе представляет на деле я когда делаю обзор я всегда тестирую танки по полной все что возможность них выжать по оборудованию в общем меняет оборудование одним способом другим способом и тому подобное чтобы выжать максимум что возможно что у нас возможно сделать у нас как бы два развития пути у нас есть или на кд выжать танк вот и по дпм просто трамповать всех или на альфу вы с последним скажем так последним обновлением которые произошли и оксана руденко уже не так рулит естественно и где скажем так пропала от нее естественно сейчас все танки надо ставить именно вот именно 016 потому что именно сейчас делать так видео потому что с каждым обновлением непонятно почему но меняются характеристики танков меняется оборудование надо другую вас подставлять под разные обновления вот сейчас видео в обновлении 016 то есть что будет дальше я как-то не знаю этого подобного но на данный момент вот сделали вот так вот довольно неплохо и принципе перейдем к характеристикам что характеристики конечно же характеристик и так ребят урон который получилось выжать в общем вот так вот 783 нормальный урончик пробиваемость семьсот девяносто восемь урон в минуту пять тысяч девятьсот восемьдесят два время перезарядки семь восемьдесят шесть прочность 3537 незаметность в принципе вы сами понимаете все вас будут видеть однозначно обзор 440 метров углы склонения вот такие шикарные минус 9 максимальный разброс 002 что это обязательно важно на 10 уровень потому что прицеление всяких вот этих уязвимых мест и все остальное если у вас будет больше даже 0 четырех это это жесть это жесть вы никуда не попадете ни сюда ни сюда это все время прицеления 239 броня броня тут парни принципе есть что это что просто бомбезный шикарен он мне нравится я от него тащусь короче потому что вот эти сами фишки в виде домино и правда как домино классная броня вот доволен он меньше по размерам чем все остальные об этом он заметьте армата так вообще крейсер короче космический ну вот то есть он комфортный он маневренный у него классная стабилизация от пушки неплохое сведение и тому подобное в общем по комфортности я бы сказал отметила абрамс на первом месте леопарда на втором месте и потом уже армату что у нас дальше ребят по модификации модификации принципе все выкачено кроме улучшенного азе вот автомат заряжения он немного еще когда заберет лучше так что будет вообще прикольно скажем так вот мы семь восемьдесят шесть будет немного больше дальше с командиров панка лос мировон потому что ну что плечо товарища круто когда рядом кто-то у вас к д блин меньше вообще класс дальше у нас эффект высшей скорострельности очень классно штука эффект 10 максимального разбросу он что дает 002 нам довольно неплохо эффект 20 качкам командира экипаж у меня стоит ну хотя кому нравится может и наставить эффект плюс 50 кроме перезарядки и эффект 40 дальности обзора это довольно тоже прикольная тема когда у вас хоть какой-то есть обзор экипаж у нас по экипажу и основной танковый дрифт однозначно чтобы никто вас не смог не крутить ни сфинкс и вообще никто естественно эффект плюс 10 ускорению на бездорожье потому что всякие грунты и тому подобное тяжелая машина проседает и плавный вход сюда точно назначено не надо без него можно обойтись а эффект минус 20 максимальном разбросу естественно и эффект тоже 20 максимального разбора это в яблочко получается перк и без промаха дальше zip ну zip и я тут все автомат все запчасти автоматические большая аптечка энергетик вот если на чтобы вы понимали энергетик не дает перезарядки он только улучшает разброс сведение время прицеления такие всякие фишки чтобы вы понимали дальше дальше у нас по оборудованию почему что и как стоит усиленный затвор 3 однозначно без него просто никак он уменьшает перезарядку и максимальный разброс лучше лучше ничего не сделаешь сразу у вас уже будет от короче нормально по разбросу усиленное боевое деление хотя иногда я бы на это поиск поставил усиленный подбой который дает нам прочность корпуса и выживаемость экипажа под 22 то есть экипаж как бы не так будет критоваться ну пока на хп поставил так как хп у нас всего лишь три с половиной учитывая вавранца 4 и у арматы тоже три с половиной то есть но очень мало за этого я поставил дальше хромированный канал ствола что дает нам 0.02 потому что косую когда косые снаряды будут лететь если выше 0.02 я уже привык чтобы вавранца 0.01 и тут 0.02 то есть из чего я говорю что он второй по комфортности по всем по сведению по вот этим всем характеристикам то есть хромированный канал ствола он нам дает альфу он нам дает максимальный разброс третье заряды проект практически ну ничего толком сильно не дают альфу да немного больше на самом деле вылетает одинаково что зарядами третьими что с каналом ствола и лучше меня пускать снаряды будет прямо лететь четко с дальних расстояний чем я буду там практически то самое настреливать с альфа страйка так очиститель воздуха разгон скорость поворота корпуса скажу одно башня корпус крутится быстрее скорее всего чем башня и в этом случае ну я бы наверно поставил бы сейчас скажу чтобы я поставил у нас где-то улучшенная система охлаждения да но у меня она вторая потому что терминатор они качалами и сильно нравится и поэтому у меня стоит разгон и вращение башни второй уровень только сп вот классно он и разгон дает быстро и вращение башни потому что башня не хватает но я принципе корпусом быстро доворачий поставил очиститель воздуха пока нету там 3 вот оборудование пока это разгон и вращается быстро и в принципе нормально все все круто то есть с этим вообще никаких проблем нет теперь скажу ребят ну да ведь видео придется сказать конечно пропустит в официальную группу не пропустят видео ну как бы это не недостаток хотя и недостаток но ничего такого прям страшного нету я думаю чтобы не пропустить его официальную группу вот тем не менее люди все равно должны знать ничего такого катастрофического нет хочу взять абрамса и чтобы вы понимали в чем фишка смотрите то что я вышел оборудование учитывая затвор стоит у меня здесь канал ствола стоит набраемся и стоят экспериментальный заряд 3 теперь заметьте время перезарядки у меня 7,7 секунд 7,7 урон восемьсот восемьдесят четыре то есть под девятьсот он вылетает стабильно 7,7 001 разброс 239 прицелями леопард смотрите 7,86 перезарядка и семьсот восемьдесят три дамага 002 разброса 239 сведения по сведению не одинаково во всем остальном они хуже 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 то есть вы понимаете смотрите какой тп шесть восемьсот против пять девятьсот и против арматы 7 200 вообще то есть я бы хотел чтобы его на самом деле апнули не было ну вы сами понимаете да у абрамса кд меньше альфа больше у леопарда кд больше альфа меньше ну то есть не состыковка в этом плане реально и выжать что-то больше из него вы не выжмете просто нереально даже если третье заряды сюда поставите даже я не знаю потому что вы поставите заряды третье уберете что уберете канал ствола или вот это уберете будет у вас сразу 004 и уже хуже будет снаряды лететь чем у всех остальных как бы вы понимаете да это только в арматы это 003 у них у вас даже еще хуже чем у арматы будет снаряды лететь то есть выжать ничего я уже все перепробовал лучше не будет однозначно никак вот так что в принципе вот это единственный наверное скорее всего минус увеличить альфу или ну скорее всего да не умного увеличить альфу и где-то хотя бы там в порядке там до 100 хп вот тогда будет нормально потому что он там 750 800 там выдает там с копейки 850 это не всегда ну то есть короче даже даже 50 если добавить стабильно он будет по 850 хотя бы выдавать это это отлично ну что ребят в общем вот такой танк конечно со своими приколами с минусов еще подметил это вот этот ключок триплекс вы сами понимаете все прошивается здесь классно короче вот тяжело его выцелить вот единственное место вот это и конечно триплекс это плохо потому что вы часто танкуете башней у него классные уены и вам сюда шьют и сюда не всегда часть урона проходит а иногда полный урон проходит на самом деле вот это тоже надо изменить и чтобы ему просто порезали сделали зашить их слегка и чтобы часть проходила урона а не полностью урон потому что вы танкуете все время башни там у это все спрятали да у вас время вот эта фигня торчит на башню и по-другому никак то есть на других танках вы можете там что-то вы танковать и тут часть урона проходит хопа набираемся тут та самая часть проходит вот то есть единственное а тут вот почему то полностью я думаю это все исправит и будет он вообще шикарнючий танк а тем временем мы ребят поехали в бой посмотрим что там я там попробую нагнуть как-никак ну поехали так ну чё пацаны в принципе сейчас как раз рассмотрим танк в бою в принципе что он из себя представляет это имбованная махина имба не имба вот можно ли на нем тащить нельзя ли тащить его плюсы его минусы и тому подобное в общем у нас ребят мирный рубеж в принципе много альянсов который воюет между собой и тому подобное что мы в принципе делаем ну так как у нас классные довольно вены мы скорее всего поедем на А линию АВ линию туда в ту сторону мне кажется там самое оптимальное воевать но что по разгону в принципе по разгону вы видите вот уже уже нормально 66 то есть максималку в принципе набирает он неплохо очень хорошо пушка смотрите как гнется то есть вы сами видите хочу обратить это внимание потому что в плане танкования и тому подобное Леопард просто супер эпик классный танк в этом плане ну вот и в плане маневренности ну и так вот со своими минусами я уже говорил в принципе все что связано с пушкой конечно я думаю скорее всего тут исправят ребят смотрите вообще по варабану просто едет и все равно на горы на скалы то есть очень очень неплохо ну что у нас тут в принципе расклад если честно очень серьезный так что говорю сразу приготовьтесь бой будет просто эпический нагибический и придется жестко тащить потому что у нас один всего лишь одна боевая единица на левом фланге и все просто никого нет вот все возле базы стоит один и тут жестко остается только давить 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 направление вот за что мне нравится вот Леопард и ну выкачал его за того что как бы он да универсальный универсальная машина со своими плюсами со своими минусами плюс мне нравится его форма очень офигительная просто шикарная плюс мне нравится и вот эти борта вот эта башня вся такая с дырочками как будто в домино там какой-то ну то есть свои плюсы итак мы тут начинаем выцеливать выцеливать как потанковать там что-то потихонечку вот и скорее всего тут наверное будет бежуха в том плане что все все просто будут давить сейчас разрывать ну все я уже понимаю что тут очень-очень серьезно внизу там в горе разрывают вот альфа 784 вылетает ну как бы хотелось да больше не сильно много прям альфа вылетает учитывая что перезарядка вы сами не видели по перезарядке перезарядка выше чем у Абрамса вот залетаем красиво заходим зажимаем армату убиваем армату дальше у нас тут 3х серьезный парень вот мы начинаем пролезать даем на 830 ну это в основном как бы максимум что можно получить от леопарда на 800 короче 30 вот на 750 вот и только в желтые зоны всякие ребят можно скажем так ну не знаю можно выдать 1100 и так уже счет 9-11 смотрите мы просто как бы немного раз рассосались летит смотрите на ходу 823 даю я немножко наперед свелся и сфинксу дал чтобы он никуда не убегал что я делаю дальше двигаюсь за ним потому что светляк это опасная машина которую надо все равно убрать и он остановился никуда не уехал он думал я за ним не поеду я там типа плюху ему дал и вот вот начинаю в принципе перестрелять с армата но допуская ошибку смотрите в порт мне накинули я попал ну короче неправильно довернул корпусом и поэтому сделал ошибку даю вот армате на 810 то есть это самая опасная фишка вообще на 10 уровне когда ты доворачиваешь корпусом и всегда сразу ловишь плюху что у нас делать у нас йопа на т90 против руль я даю просто почти практически на ходу ему так медленным полуходом даю-даю маленькую плюху 4700 уже на сли даю еще плюху и смотрите как у йопа просто прям с йопа отлетает кабина подлетает так красиво и все и смотрите что меняется как счет уже 7-4 в нашу пользу и мы дальше начинаем разруливать бросай дмн ну надо было чуть раньше бросить получаю зря плюху не пробил я конечно челленджера хотя надеялся но есть такая фишка что скорости когда залетаешь ты все равно получаешь любить просто получаешь любить вот ребят и естественно много раз много раз получил борта смотрите уже два раза получил самое такое опасное место когда был борта но тем не менее мы разбираем этого челленджера вот с арматой пытаясь еще как-то все зажали не дают не дают ему и он делает грубейшую ошибку разворачивать пункты сиями на 717 то есть в сравнении альфу с другими опыта конечно не очень прям так круто вон в этом плане вот но тем не менее смотрите у нас бой пробился около 5 минут 5 минут может сейчас пять с половиной один остался у нас 938 до 5 максимум минуты мы просто всех разорвали в пухе практически никого не оставили и что же вот в принципе вот так вот маневренный нагибучий в принципе неплохой неплохой танк вот если увидели по бою вот ну а теперь естественно конечно ребят посмотрим результаты что у нас там получилось и тому подобное вот так вот в общем смотрим результаты так ну в общем ребят посмотрим что у нас получилось дали нам ящичек волшебный охренительный контейнер вот зашибись откроем его этот волшебный ящик большую аптечку ускорители та 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 опыт вообще просто шикарно просто шикарная штука итак ой нажал 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 не то вот что у нас получилось урона видите 7600 12000 опыта 474 тысячи денег итак по результатам посмотрим что у нас тут вышло в общем мы на леопарде 2А7 плюс в топе по урону по опыту немножко немножечко не дотянули до леопарда ну в принципе мы с леопардом красавцы просто вдвоем красиво нагнули всех что могу сказать очень довольно неплохо неплохо сыграли откатали этот бой вот в плане там танкования не знаю что тут выстрела 18 я произвел из них 17 попал один раз промазал вот один всего лишь как бы то есть это означает то что пушка более-менее комфортная уничтожено 47 точнее 4 противника уничтожено произведено повреждено 7 так суммарный поддержка это интересно мне интересно защита ну отражен вообще такое ощущение как будто по мне никто не стрелял я как будто вообще невидимый был отраженный урон 884 то есть один раз по ходу по мне выстрелили или что хотя вроде и стреляли и не один раз но тем не менее ребята вот у нас что я могу сказать вот такой леопард 2А7 плюс вот на 10 уровне такие такую скажем так машину боевые себя представляет ну вот в принципе кому понравилось и по видео и так вообще по маневренности по пушке по сведению по всему со всеми плюсами и минусами вот берите по танк берите однозначно потому что по комфортности он самый лучший после Абрамса однозначно вот так что так вот в общем с вами был оператор Прайм подписываемся на канал ставим лайк до следующих обзоров всем пока